привет дорогие друзья итак сегодня одно из таких интересных наших видео подборок видео мотивация мы готовим несколько блюд и первое что мы сегодня с вами будем делать это мексиканское блюдо мексиканское такос итак поехали я вам расскажу что нам сегодня для этого понадобится во первых я купила готовую уже упаковку это все можно купить отдельно она купила такую значит smart фиеста называется набор в нем у нас уже есть непосредственно такос небольшие такие вот там написано у нас на коробочке 10 тортиллос значит у нас там есть небольшой сизонинг приправы и у нас соус так у соус уже есть обычно можно купить отдельно в дополнение нам понадобится фарш обычно используются говяжий но вы можете брать какой есть просто с говяжьим будет самое вкусное нам нужно будут всякие приправок я сказала и топпинге то есть сыр и овощи которые вы любите и так у меня меня просто получилось что были бургеры вот мясо на бургеры я его разморозила и непосредственно из него готовила а не пачки вы можете видеть я вот вам показываю вытаскиваете на самом деле здесь нету никаких как говорится волшебств волшебствах то есть у нас какие сказала приправы соус и такос но если вы делаете первый раз или будете делать один раз в жизни вам выгодно купить эту упаковку она по деньгам получается недорого и вы уже знаете вам не нужно ходить искать приправы отдельно соус отдельно думать так вот эти тортия не те или не те они кстати есть твердо есть мягкие у нас мягкие так мы начинаем с обжаривания конечно же я немножечко наливаю растительного масла и я обжариваю хорошенечко фарш постоянно помешивая что как ну вы знаете фарш если его так оставить он просто в одну котлету слепится помимо того что у меня уже это упакованные котлеты были пришлось их сначала хорошенечко разбить вот хорошенечко обжарить с них должен выйти сок он должен весь равномерно быть обжаренным и в общем-то таким рассыпчатым и это для нас будет знак что фарш готов для того чтобы принять на себя приправы и так как я уже сказала ранее сейчас будут картинки приправ который можно купить просто отдельно для приготовления такос например если вы делаете какую-то таку партию вот вечеринку вот как раз те приправа которых я говорила вот я засыпала тот микс который был в упаковочке естественно все тоже вместе перемешаем на самом деле вам хочу сказать это очень такой быстрый ужин или обед для семьи и в общем то я не знаю людей которые которым бы это не нравилось блюдо вот какой он красивый наш весь фарш прелесть просто прелесть вы можете нарезать абсолютно любые добавки обычно идут листья салаты помидорчики огурчики лук сыр обязательно идет топпинг он причем должен расплавиться немножечко на горячем фарше а вот но ведь я добавила оливки но это в общем то дело вкуса каждого вы можете смешать это все в один салат можете ложить отдельными отдельными ингредиентами внутрь своего свои лепешечки как я уже говорила ля ранее лепешки вот у нас мягкие но есть уже даже такие shells как бы ракушки уже которые более твердые для этого блюда ведь я даже хумус поставила деткам то есть в общем то ну вариант такой беспроигрышный так что приятного аппетита ну что ж вторым блюдом сегодня у нас будет шауар шауарма но шауарма необычная которую знают все а шауарма который у нас готовится мистер загрус такой вот ресторанчик в котором мы любим брать чем они мне нравятся вы узнаете позже почему именно я назвала это что как у мистер загруса но сейчас вы видите я начинаю с того что я обжариваю малые грудки добавляю все приправы здесь и чили у меня и паприка и чесночная пудра и соль и в общем перец в общем приправы по вашему любому вкусу вы добавляете обжариваете мясо чтобы она у вас была готова дальше в салат идет то что вы любите есть салаты из капусты есть просто зеленые листья салата помидоры огурцы лук солености разные это все на ваш выбор самое главное что здесь буду делать это соус вот вы видите все нарезала соус я буду делать из тхины и хомуса тхина у меня будет натуральная обычно ее готовят отдельно то есть и не льют так как она есть как ее готовят я вам сейчас покажу я беру непосредственно чесночок я беру саму тхину тхину я беру обычно один к полутора то есть если это одна ложка тхины то это примерно полтора полторы ложечки воды добавляю соль добавляю перец обязательно нужно добавлять лимон но сегодня лимона у меня не было поэтому все это обошлось без лимона значит все это я тщательно перемешиваю и в конце добавляю вы не поверьте хомуса обычно в хомус добавляют тхину но здесь наоборот все это я перемешиваю и самое интересное заключается в том что это будет заправка для нашего вот этого салата для всех отдельно нарезанных овощей которые вы видели до этого в этом и заключается прикол этого мистера за гросс ресторана потому что они не накладывают каждый ингредиент отдельно внутрь в рапа вот этого они перемешивают это все однородным таким салатом и когда вы кусаете бис один до укус такой делаете байт то вы видите что у вас все мокренькая во рту вам приятно это есть поэтому в общем-то я использовала их не рецепты секретик для своего блюда вот ну как то так и в общем короче это беспроигрышный вариант в котором я как вы видели раскрыла вам свой секрет вот этого соуса для салата кстати вы можете его также использовать для обычных салатов только без хумуса такую подливочку из тхины и я использовала в данном случае лаваш хлеб лаваша то есть лепешку лаваша она очень тонкая и и в общем-то практически получается в июне чувствуете когда ее едите так что опять-таки приятного аппетита а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok